Все отдохнули, еще на час хватит. Делая как-то ранним сентябрьским утром в Бургасе обходил такой большой красивый зеленый самолет. Так появилась эта песня. Нет, он, конечно, дворус и кузнечик. И мелкие отличия не в счет. И все-таки зелененький, совсем как огуречек, большой такой зеленый самолет. Большой такой зеленый самолет. А я на нем летаю, капитан. И сразу ясно всем, что мне везет. И мне везет и возит он меня по разным странам. Большой такой зеленый самолет. Большой такой зеленый самолет. Немного мест, где он ни разу не был. Работает и когда на них устает. Вот так же, как и я, почти не может жить без неба. Большой такой зеленый самолет. Большой такой зеленый самолет. Большой такой зеленый самолет. В Бангкоке, в Бургасе и в Парселоне. Он мощный, позитив с собой несет. И люди улыбаются, увидев наперочек. Большой такой зеленый самолет. Все люди улыбаются, увидев наперочек. Большой такой зеленый самолет. Большой такой зеленый самолет. Большой такой зеленый самолет. Большой такой зеленый самолет. Большой 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 зеленый самолет. И вам, конечно, сразу повезет Вас повезет хоть в Арку, хоть во Францию на сену Большой такой зеленый самолет Хоть в Ерелан, хоть в Мюнхен, хоть в Венецию, хоть в Вену Вас отвезет зеленый самолет Большой такой зеленый самолет Большой такой зеленый самолет Спасибо На правах рекламы Я говорил, что иногда приходится делать изменения в плейлисте Буквально прямо перед концертом или почти Вот те, с кем мы общаемся в соцсетях, в ВКонтакте, на Фейсбуке Наверное, видели, для меня было такое приятное неожиданность Мне по Фейсбуке, по мессенджеру прислал Пришло сначала сообщение Я смотрю, там, здравствуй, дорогой друг Я из Парагвая А мне уже приходило куча этих самых сообщений из республики Того И если им верить, я уже там долларовый или евровый миллиардер У меня столько родственников погибших Ну, в которых остались состояния Которые только надо там выйти на связи И все будет мое Ну, я думал, что это тоже такая тема Нет, смотрю, совсем другое Молодой человек из Парагвая Он говорит Я твой последователь Люблю самолет У-154 Я учусь, чтобы быть пилотом Я музыкант и позволил себе спеть твою песню И мне очень понравилось Он, в общем, очень хорошо ее спел В смысле И с русским у него все нормально Хотя он там говорит, что у меня не очень хороший русский язык Нет, все хорошо Ну и Понравилось не только мне Люди там Тоже много положительных отзывов остали Ну и я решил Ради такого дела Спеть эту песню Она у меня в двух вариантах Одна Как просто под гитару А вторая есть минусовка на нее Я собирался сначала петь под минус Но потом Думаю, что надо время от времени Так разнообразить Поэтому Песня называется Ну, кстати, вот Этот молодой человек тоже Сказал Я решил спеть твою песню Когда летишь на восток Ну Мне товарищи сказали Ну уж ему до этого ошибку можно просить Потому что песня называется Когда летишь на восход Это я так К слову Когда летишь на восход Ужасно хочется спать И город Владивосток Я не люблю посещать Я не люблю по три дня В плохой гостинице жить Где пить, конечно, нельзя Но невозможно не пить Когда летишь на закат То спать не хочешь совсем Люблю летать в Ленинград В Москву летать любят все Про Сочи Что говорить Тут все понятно и так Там можно даже не пить И все равно красота Когда летишь хоть куда Короче, путь по прямой И больше всех я всегда Люблю дорогу домой Люблю войти не стучать И не спугнув тишины Смотреть, как дико сопят Во сне мои пацаны Спасибо Когда мы летали на А24, все было совсем по-другому, чем сейчас Так начинается один из моих почерков Меня уговорили попробовать писать прозу Я попробовал, и мне это дело понравилось И у меня есть несколько таких Мой старший сын назвал это тексты Потому что это не рассказы Я ничего не придумываю, я только вспоминаю, описываю какие-то события Но это вроде как и не мемуары Потому что я не генерал, не участник каких-то боевых действий Нет таких масштабных событий, которые были бы интересны Просто случай из моей жизни Один из этих рассказов, который называется «Когда мы летали» Вернее очерков «Когда мы летали на А24» Посвящен моему хорошему другу, к сожалению, уже давно ушедшему от нас Моему бортмеханику Николаю Николаевичу Буздалину Я вот чем, говорится, дальше уходит время, тем я чаще, наверное, и с большей теплотой вспоминаю и то время, и его, и нашу дружбу И я обязательно напишу продолжение этого очерка рассказа, где хочу писать все наши с ним приключения А пока вот эта песня, которую я написал, когда еще он был в добром здравии, когда мы с ним вместе работали Ну и не знаю, может быть кто-нибудь в этом зале не знает, на всякий случай я скажу, что летчики По крайней мере раньше так было, может сейчас по-другому, я уже 6 лет на пенсиях, может что-то поменялось Они пока трезвые, они разговаривают там о женщинах, о машинах, о каких-то проблемах, но когда они выйдут одну, другую, третью, они начинают летать Даже такой анекдот был Вот, я как-то раз ему позвонил, я говорю, Коль, приезжай, пиво попьем И он пока ко мне ехал, я эту песню придумал Давно мы, Коль, с тобой не пили пиво Наш самолет без устали летал А жизнь разнообразна и красива И в ней не только роды и штурвалы Есть много в ней событий самых разных Бурлит она, как горная река Давай мы с тобой устроим праздник И посидим за баночкой пивка Я всегда говорю, что баночки были трехлитровые Бокал налит и некуда спешить Как говорится, хорошо сидим Поговорим о бабах и машинах И многое обсудим и решим И незаметно, но закономерно Наш разговор в конце концов свернет На тему, коей предан и безмерно На небо, на полет и самолет Припомним все, что с нами приключалось Как ветер в уренгой нас сдувал Как дверь у нас на взлете открывалась Как ты ее в полете закрывал И как чуть было водка не пропала И как чуть было не стряслась беда Когда в наш лайнер молния попала Ты помнишь, как тряхнула нас тогда Когда чуть-чуть не хватит нам с тобой Ты скажешь, я же знал, она нужна И извлечешь бутылку зверобой Из кармана, которая была припасена Как ты сумел об этом догадаться Не будет непонятно никому И я не перестану удивляться Уменью предвидеть твоему И я не перестану удивляться Уменью предвидеть твоему Спасибо Еще одна весенняя песня Я когда-то еще давным-давно Вот в училище учился Не знаю, год был, наверное, 83-4 Мне попалась книжка стихов И я там стихотворение сонет Сонет это вообще не название Это форма стихосложения Я специально даже когда-то в интернете выискивал Что там определенное количество строк Строк, что-то повторяется Но я туда надергал куплетов Которые мне понравились, сложил И получилась у меня песня Но я тогда автор не записал, не запомнил И потом, когда я начал все это дело исполнять на концертах Я думал, ну надо же найти автора слов И в интернете забиваю там первые строчки Вторые строчки там разные По которым, по ключевым, можно было бы найти Ну нет, вот в прошлом году, позапрошлом Нынче перед концертом тоже незадолго Забиваю первые строчки, смотрю хала Вроде есть, думаю, попал А там вот как раз только вот эта вот моя вытяжка опубликована И так автор слов до сих пор остается неизвестным Мне жизнь моя напоминает рук Мне кажется, что я иду по кругу Весна сменила пору зимних вьюг И мы опять глядим в глаза друг другу И делается сразу сердца стук Прерывести скорее дай мне руку Мы пережили долгую разлуку Но разве жизнь, но разве жизнь, но разве жизнь Возможно без разлук хочу Чтоб наша встреча означала К концу всегда сопутствует Начало И снова ничего не решено А может быть, так проще нам обоим Мы так давно не виделись с тобою Что все слова напрасны И все равно мне жизнь моя напоминает круг И счастье И счастье, даже счастье повторимо Опять мы разомкнуть не можем рук И значит, я любим и ты любима Мой тайный друг, мой самый нежный друг Любовь, кольцо, благословенный круг Я все такой, каким являлся прежде И весь путь мой от отчаяния к надежде Хочу, чтоб наша встреча означала К концу всегда сопутствует Начало Спасибо Спасибо Ну а давайте помянем добрым словом Одного хорошего человека Начальника урса строевого отдела Майора Валерия Андреевича Дарвина Из выступления на разводе Имеют место самовольные отлочки И распорядок продолжают нарушать Предупреждают еще раз На всякий случай За это будем беспощадно отчислять Вы все не против так сказать поразлагаться И легкомысленных девиц осеменять Предупреждают, кто нам будет попадаться Кого мы будем беспощадно отчислять Есть для курсанта непочатый край работы С лопатой нужно от учебы отдыхать А если чем-то недоволен будет кто-то К того мы будем беспощадно отчислять Курсант вообще не человек Пора привыкнуть И так же нечего права свои качать А если кто-нибудь захочет против пикнуть К того мы будем беспощадно отчислять Курить нельзя и пить нельзя Нельзя жениться И только носом разрешается дышать А если кто-нибудь захочет возмутиться К того мы будем беспощадно отчислять Ну как, все выяснили? Ну вот, кажется, и все А, чуть не забыл Я слышал, умный среди вас тут Слишком кто-то Про командиров любит песни сочинять Предупреждают, может он не стать пилотом Поймаем Будем беспощадно отчислять Спасибо Да, не поймали Но надо сказать, что Валерий Андреевич Он, в общем, шутник, прикольщик был Но никого он никогда сроду не отчислил Более того, я знаю, что Несколько человек мне рассказывали Что он, наоборот, их уберег От отчисления, там, от их-то дисциплинарных воздействий Так что, он хороший человек был Ну, следующая песня Как ее называют? Романс на производственную тему Она тоже была придумана Во время По пути с рыбалки То есть мелодия была А вот слова появились Как я говорил Пользуй рыбалке моим творчеством Называется она «Красивая работа» Называется она «Красивая работа» Аплодия 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 Кто позвал тебя за перезон? Кто позвал тебя за перезон? Кто тебе сказал Что тебе все это надо? Никакой бесспорный был резон Рваться в небеса Через все преграды Аплодия Просто даже в слове «высота» Слышится романтика полета Самая красивая работа Самая красивая работа Связана с желанием летать А глянись назад без суеты Вряд ли сможешь ты Вряд ли сможешь ты Сам себе ответить строго Кто из вас дорогу выбрал ты Или же тебя выбрала дорога Вечно в этом слове «высота» Будет недосказанное что-то Самая красивая работа Связана с желанием летать Летать Сп гр tom Вечная Лbas В этом слове «высота» Будет неразгаданное что-то Вечно в этом слове «высота» Самая красивая работа Связано с желанием летать. Иранская тема, очень интересная тема. И, в принципе, ей бы хорошо посвятить отдельный концерт, но если бы это было немножко почаще, может, получилось бы. А так вот, к сожалению, только 2-3 песни. Ирана была очень интересная школа международных полетов. И первый опыт жизни за границей, в другом государстве, с другим языком. И, конечно, там много очень осталось приятных впечатлений и забавных моментов. Тоже, если вот так покопаться в одном из своих, опять же, очерков, вернее, даже в двух, я описываю. В то время жизни в Машхаде, кстати, он везде, в интернете, называется Мешхет правильно. Но все, кто там летал, все его называют Машхат. Иранцы подтвердят, да? Ну и из забавных моментов, которые вот так вот, если в памяти покопаться. В то время, я первый раз набыл в 97-м году, это был 1376 год по иранскому календарю. Вот, интересная разница с Новосибирском, два с половиной часа. Ну и с Москвой, наверное, полтора, то есть как в другую сторону, я не помню точно. Вот. Новый год у них 21 марта, то есть день весеннего равнодействия. Символ нового года это золотые рыбки в аквариуме. В аквариуме, в бассейне, у кого-то все по-разному. Ну и из культуры, что запомнилось, это пение в парилке. То есть парилка большая, просторная. Один человек, там, у них какой-то признанный, наверное, был, там, квет. Он в середине, вокруг него человек 20 сидит. Он пел, они ему там все подхлопывали в такт. Ну и, значит, когда он заканчивал, там были такие горные аплодисменты. Как-то у нас такого я не видел, поэтому понравилось. Но я не пробовал. Ну и несколько песен из иранского периода. Я в первый раз попал в варан, Кручу башкой, как варан, Куда ни глянь, тут всюду новые ворота. У них совсем не как у нас, И все, что вижу я сейчас, Я запишу, чтоб не забыть потом чего-то. Я с непривычки между дел Сначала просто обалделывал впервые в жизни, В настоящей загранице. У них совсем другой расклад, У них совсем другой вклад, У них язык совсем другой, И даже лица. У них и год совсем другой, И месяц вовсе не такой. У них тут в пятницу зачем-то, В воскресенье. И непривычно, что вообще, Нигде не встретишь алкашей, И правил нету их дорожного движения. И нет разбитых фонарей, Разбитых окон и дверей. Живу так скучно, И никто им не поможет. У нас бы сейчас шары залил, И сам себя развеселил, И бери есть потом, товарищи, Кто может. И непонятно стало мне, Как в этой странной стороне Наш самолет в Россию созданный летает. Да тут же все на ворот, И пишут сзаду наперед, И, между прочим, Точно так же и читалет. Тут не нужны зимой пимы, И бабы, то есть фонумы, Все как монашки, В черном бабки девчонки. И жалко мне без дураков, А барьенов мужиков. Тут с мини-юбками, Однако напряженка. Исламский фундаментализм, Фундаментами исламизм, Здесь тут, пожалуй, Даже более марксизма. Но так как водку пить нельзя, Порой встречаются друзья, Которым очень грустно без социализма. Я не алкаш, И для меня не пить четыре с лишним дня Совсем не трудно, Я терплю, читаю книжки. Но так, чтобы не пить совсем, То тут, конечно, скажут все, Хэлли Мамну, Но только это будет слишком. Я езжу только на такси, Хотя пока что на фарси, Не понимая, Но это ничего не значит. Ведь объяснил мне друг Толян, Для этих персов мусульман, Теперь ты мистер, понял, А не хрен собачий. Я понял, мистер, а не хрен, Но сразу столько перемен, Что на душе тоскливо было И тревожно. Потом, когда озноб прошел, Я все же к выводу пришел, Что жить здесь можно, Нужно только осторожно. Под одеялом водку пью И песни шепотом пою, Ведь если вдруг Меня с гитарою застанут, То халабан, не халабан, Не долго уходить в зиндан, А там, глядишь, Еще Коран учить заставят. А мне зачем учить Коран? Я ни мигде, ни евран, И у меня мушкелей Без того хватает. Не нужно мне второй жены, Ждут папку дома пацаны, А их Коран Еще и сало запрещает. Не нужно мне второй жены, Ждут папку дома пацаны, Опять же, как Прожить без сала Я не знаю. Судя по аплодисментам, Здесь многие не знают, Как же это без сала. Следующая песня, Тоже из иранского периода, Называется «Я застанчал». Нет, не так. Я не знал о том, Что можно заскучать По мелочам, Обыкновенным мелочам, По тем, что прежде Никогда не замечал, А вот сегодня От чего-то заскучал. Я заскучал по скрипу Снега под ногой, По дыму в небе Под над соседской трубой, И по стеклу окна О зоре ледяном, И по теплу, Когда с мороза входишь в дом. Я заскучал По ожиданию весны, Еще по шорохам, Что в комнате слышны, Когда порою мне Не спится по ночам. Я заскучал Сегодня крепко заскучал. А в Машкаде теплый дождь В январе, А потом вдруг мокрый снег Не стал, Все засыпал И отложен наш рейс, И скорее всего Отменят его. А я опять сегодня Видел во сне Пацанов своих И старый наш дом. Ну и конечно Заскучал по жене Это, видимо, Иранский синдром. Я потом, Когда приеду домой, Расскажу тебе, Как жили мы тут. Про Персидский, Про залив голубой, Про сари, Где апельсины растут. Фотографии Тебе покажу, Где Машкады На шаттле Тургабе. И про многое Еще расскажу, Если будет интересно Тебе. И про многое Еще расскажу, И знаю, Будет интересно Тебе. Спасибо. Следующая песня называется Когда я приеду домой, Я вообще ее очень редко Помогу. Мне кажется, Что я редко На концерте исполняю. Вот она Как раз Возвращался я В конце марта, По-моему, Из Ирана. Младшему сыну Было тогда Полтора года, Он только начал говорить. И вот там Я приехал, Жена показывает, Говорит, Это кто? Говорит, дядя. А она говорит, Папа. Дядя. Папа. Дядя. Вот. Ну, в общем, Несколько дней там потребовалось, Что на звуке В Дову село Убедить. Сбежав от проблем И сибирских метелей И в край Отправляясь чужой, Я думал о марте, А может, апреле, Когда я приеду домой, Когда я приеду домой. Уже мне недолго Осталось в Машкаде Отмеренный срок За спиной. Мой младший сынок Назовет меня дядей, Когда я приеду домой. Я вдоволь Наслушаюсь Звонок апеллист Помню, Что делать с женой. И счастлив я буду Не меньше недели, Когда я приеду домой. Когда я Приеду домой. Кто побыл в Иране, Тот спорить не станет, Иран, Он у каждого свой. И каждый по-своему Ждет и мечтает О том, Как приедет домой. Далеко, Вдалеке От родимого дома Россию любить Всей душой. Как жаль, Что все будет Совсем по-другому, Когда я приеду домой. Когда я Приеду домой. Легко, Вдалеке От родного Дурдома Россию любить Всей душой. Как жаль, Что все будет Совсем по-другому, Когда я Приеду домой. Когда я Приеду домой. Когда я Приеду домой. Приеду домой. Приеду домой. Аплодисменты. Спасибо. Ну, вот, я когда Эту песню Собирался петь, Я так, Большие сомнения были Вот эта вот Последняя строчка, Она такая Непатриотичная. Вот, я думаю, Как бы она не вызвала Какую-то негативную реакцию. Вот. Ну, я когда Поделился Своими сомнениями с друзьями, они говорят, ты что, это же ты ее когда придумал? В 90-е годы, это же песня про то время, сейчас-то все совсем по-другому, ой, смело. Так что вот эта песня про дед, нет, да, про 90-е годы. И когда-то в училище я придумал, у меня такая приятная мелодия была в голове, и я на эту мелодию сочинил пародию сразу на все песни про любовь, она так и называется, про любовь в мае, там три куплета об одном и том же. Сейчас. Пришла любовь, ушла любовь, и нет любви, ты не зови я, не окликай, Не нам с тобой опять запели соловьи И не для нас опять приходит май Не нам с тобой опять запели соловьи И не для нас опять приходит май Я все забыл, я все забыл, я все забыл И ты забудь, и ты не вспоминай Я все простил, я все простил, я все простил Ты только больше не напоминай О том, как я когда-то о тебе грустил О том, как был у нас когда-то май О том, как я когда-то о тебе грустил О том, как был у нас когда-то май Пришла любовь, ушла любовь и любви Ты не зови её, не откликай Ни нам с тобой опять запели салои И не для нас опять приходит май Ни нам с тобой опять запели салои И не для нас опять приходит май Такие песни тоже нужны. Главное, чтобы их не было слишком много, в смысле, я имею в виду безусловно. Если не ран был бы Руслан, будет? Нет, сегодня не будет, ребят. Нет, программа есть, там посмотри потом. Пока надо спеть то, что запланировали. Три года назад у меня был замечательный концерт в Красноярске, 6 марта. Там утром было где-то минус 28 или 29, я точно не помню. А мы жили в гостинице прямо на берегу Енисея, называется «Огни Енисея». Такая картинка, шикарная. Вид на реку, мороз, поскольку течение Енисея быстрое, он не замерзает. Там такой стоит пар, как в бане, да? Как в том анекдоте. Или это баня, баня, пара есть? Есть. Примерно так, да? Вот. Это красивая картинка, поэтому слова появились прямо сразу. Вот первая строчка. И я когда эту песню сочинил, я думал, во все, сейчас меня в Красноярске просто без отдыха буду приглашать, звать. И вот обратил внимание, что как только я про какой-то город, который мне понравился, что-нибудь придумал, какую-нибудь песню. Все. Как будто бы, как будто заговорил. Поэтому вот мне очень нравится бывать в Алмате. Я про нее песню сочиняю намеренно. А эта песня про Красноярска, но все равно хорошая. Я там, получилось так, что вот он вроде, вроде очень близко от Новосибирска, но я перед этим крайний раз там был 30 лет назад. Это был шестнадцатый год, когда я побывал три года назад. А до этого это было там, надо 30 лет отнять, 80. Шестнадцатый. Шестнадцатый. Шестнадцатый, да. Шестнадцатый. Ну такой. Шестнадцатый, да. Шестнадцатый, да. Воды Енисей, утро, март, мороз, и река парит. Правый берег в сопках во всей красе, В общем, из окна обалденный век. А я, мол, здесь давно пронеслись года, Только это место вблизи Саян. Мне запало в душу еще тогда, Тридцать лет назад, город Красноярск, И перелистать хочется опять. В памяти моей любимые страницы, Жаль, нельзя начать, снова все начать, Жизнь не повторится. Ты прости, что я снова набегу, И всего опять просто не успеть. Мне в Бобровом бы побывать в угол, Да еще тебе свои песни спеть, И у часов немного цветных огней, Где еще краше теперь, чем давно тогда, Попродить любое сна Енисей, И захотеть приехать еще сюда, И перелистать хочется опять. В памяти моей любимые страницы, Жаль, нельзя начать, Снова все начать, Жизнь не повторится. За окном несет воды и не синий, Утро, март, мороз и река парит, Правый берег в соках во всей красе, В общем, из окна обалденный вид. В общем, из окна обалденный вид. Но очень из окна обалденный вид. Спасибо. Или как, вернее, предложение. Есть очень хорошая песня из кинофильма «Не подсудим», Это я точно тебе говорю. Или вот опять там за облаками. Вам как лучше? Обои полетим, да? Не, на обои времени хватит. Это я точно тебе говорил. Не в километрах! Не в километрах! Не, ребят, А я же говорю, Это... Не в километрах, Это песня моя, Это песня, Которую интересно петь все вместе. Я свои песни еще тоже буду петь, Я же еще не заканчиваю. Ладно, вот люди сказали «Не подсудим», Давайте «Не подсудим». Но я все-таки прошу, Вы помогаете, Потому что с этими, С космонавтской песней Вот оттуда очень хорошо было, А здесь был, Какой-то вот стереоэффект Не совсем получался. Поэтому давайте, Помогайте. Даже если кто-то не знает сам купли, То можно припев повторять. Я вас уговорил? Да. Птицы поют в сосняке придорожном, В синее небо подолгу смотрю, Жить на земле и не петь невозможно, Это я точно тебе говорю. Жить на земле и не петь невозможно, Это я точно тебе говорю. Про надо в друзьях выбирать осторожно, Но без остатка им сердце дарю. Жить на земле без друзей невозможно, Это я точно тебе говорю. Жить на земле без друзей невозможно, Это я точно тебе говорю. Сколько ночей проведешь ты тревожный, Чтобы с любви мою встретить зарю. Жить на земле без любви невозможно, Это я точно тебе говорю. Птицы поют в сосняке придорожном, В синее небо подолгу смотрю, Жить на земле и не петь невозможно, Это я точно тебе говорю. Жить на земле и не петь невозможно, Это я точно тебе говорю. Жить на земле и не петь невозможно, Вот сейчас у нас получилось замечательно. Спасибо. Вот я думаю, что эту замечательную практику надо продолжать. В следующий раз будем что-нибудь еще такое петь. Вот. Следующая песня называется «Сенегорье». Мы в прошлом году отдыхали, Вообще, Сенегорьев, я в интернете посмотрел, Их довольно много. Они, наверное, там, если не в каждой области, Ну, несколько. Их так же, как вот «Красная Ярость», Если посмотришь по всей России. А еще, знаете чего? Я вот увидел давно уже в Новосибирской области Есть колхоз имени Пушкина. Вот. Я думал, что это только вот в Сибири такое оригинальное решение было. А потом, когда в интернете опять же залез, По России их целых пять колхозов им. Поэтому Сан Сергеевич, наверное, был таким станком, колхозником. Или он, может, предвидел. Вот. Ну, вот эта песня про Сенегорье, Которая на берегу из Сыкуля находится. Мы там прошлым летом отдыхали. Нас пригласил туда вот хозяин пансионата Владимир Константинович. Ну, и там была компания друзей, которые, в общем, все пели, играли и на гитаре. И это был такой вот непрекращающий праздник душевный. И поэтому и песня получилась такая. Вот. Там такое место, я говорю, интересное. Туда люди приезжают, поскольку там очень хорошо. Они в следующий приезд зовут туда своих друзей. Друзья приедут, посмотрят, на следующее лето привозят туда еще других своих друзей. И там вот образуется такая компания, которая, ну, не знаю, процентов 70-80, наверное, встречается уже не один год, все друг друга знают, поэтому... И там еще очень много детей. Они камни продают, они их там рисовывают красиво. Ну, говорят, ну, деньги нужны, покупаем камни, ездят там, ну, а за сколько? Ну, сколько дадите? ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В синих водах Иссыкуля растворились небеса. Красота вокруг такая, что пером не описать. Позитиво просто море, впечатлений через край. Мы попали в Синегорье, так похожее на рай. Синегорье, где выходят окна в яблони в леса. Синегорье и цветы кругом, куда не кинешь взгляд. Синегорье — это праздник, это всюду детский смех. И, конечно, эта радость щедро делится на всех. И сюда приехать стоит из любого далека, Чтоб хоть раз увидеть эти в синем небе облака. Чтоб смотреть на эти горы, взгляд не в силах оторвать. И еще по Синегорье, чтобы просто погулять. Синегорье — это место, где встречаются друзья. Синегорье, если честно, то в него влюбился я. Все тут сделано с любовью, все тут сделано с душой. И поэтому любому в Синегорье хорошо. Я ни с кем не стану спорить, но хочу предупредить. Если не в Синегорье, значит, нужно в нем побыть. Синегорье — это добрая, веселая семья. Синегорье, и хочу сюда еще приехать я. Потому что это праздник, это всюду детский смех. Потому что эта радость щедро делится на всех. Синегорье — это место, где встречаются друзья. В Синегорье, если честно, то в него влюбился я. Потому что здесь душевно от сердечной теплоты. Потому что это место, где сбываются мечты. Синегорье, если честно, то в него влюбился я. Синегорье, чем-то в жизни предстоит заниматься им. И хочу им посоветовать я. Не ходите, пацаны, в авиацию. Нынче летчик, увы, не в цене. А работа не из легких и строгая. И поэтому не хочется мне, чтобы вы пошли отцовской дорогой. А небо только разомнись в небо и попал на всю жизнь. Небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Это кайф в своих руках ощутить. Как послушна тебя мощь многотонная. Но приходится за это платить. Литким потом и ночами бессонными. И о ребрах часовых поясок. Пиоритмы сбиты напрочь давным-давно. И в кабине по пятнадцать часов. И здоровье на болячке разменяно. Но небо только раз окунись в небо. И попал на всю жизнь в небо. Не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Есть красивое, но кроме того, Перегрузки, стрессы и радиация. Не ударьтесь на крыло головой. Не ходите, пацаны, в авиацию. На земле профессий не сосчитать. Подбирай себе бытие беззаботное. Я бы сам, когда все снова начать, То, наверное, пошел снова в летное. Ведь небо только раз окунись в небо. И попал на всю жизнь в небо. Не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Небо только раз окунись в небо. И попал на всю жизнь в небо. Не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Ну, что я могу сказать? Замечательно, мы сегодня с вами душевно посидели. И я вам очень благодарен за то, что вы пришли. И мне очень нравится эта атмосфера. Мне очень нравится встречаться со своими старыми друзьями И приобретать новых. И эта песня про это. Спасибо вам за то, что вы пришли. За те, что вы с собой принесли. За теплоту и радость нашей встречи. За те, что вы с собой принесли. Спасибо вам за добрые слова И за мое волнение в начале. За песни, что однажды зазвучали В моей душе за все спасибо вам. За песни, что однажды зазвучали. В моей душе за все спасибо вам. За то, что мне не спится по ночам. Когда ищу я правильное слово За то, что петь для вас хочу я снова За это все сто раз спасибо вам. За то, что петь для вас хочу я снова За это все сто раз спасибо вам. За все, что я читаю по глазам За отклик ваших, за слезы и улыбки И за мои прощенные ошибки И за любовь, друзья, спасибо вам. За вами мне прощенные ошибки И за любовь, друзья, спасибо вам. Спасибо вам. Ну и в самом финале я хочу По традиции всех вас призвать Давайте будем счастливы. Давайте будем счастливы сейчас Нам в этом помешать никто не может Поверьте, все зависит лишь От нас эта вера Нам во всем поможет Давайте будем счастливы потом Для счастья много есть причин На свете Да просто потому что мы живем Да просто потому что солнце светит Давайте будем счастливы всегда В любой момент и в каждое мгновение И радость разольется, как вода И небо нам подарит вдохновение Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И небо нам подарит вдохновение Давайте будем счастливы всегда Давайте будем счастливы всегда Субтитры создавал DimaTorzok Большое спасибо, что вы пришли Жу вас в августе 17-го числа На день авиации Думаю, что будет так же душевно, как всегда Тоже вместе что-нибудь споем Мы еще сейчас попросили слово Меня будут награждаться Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok